Депутаты Законодательного собрания Севастополя вступили в борьбу за сохранение деревьев на одной из знаковых площадей города. Парламентарии направили обращение в адрес начальника ОМВД России по Севастополю Павлу Гищенко с просьбой не сносить здоровые хвойные деревья, которые растут перед зданием полиции на площади восставших. Нужно обследовать подпорную стену фасада и изменить проект ее капитального ремонта, считают депутаты Горелов, Щербакова, Бубнова. Они также обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Разважаеву с просьбой приостановить действия порубочных билетов, выданных Севприроднадзором, а также изменить проект благоустройства территории, чтобы сохранить многолетние здоровые деревья. Депутаты отмечают, что в 1977 году бывший дом политпросвещения, здание, которое сейчас отдали МВД, выиграл в республиканском конкурсе на лучшую постройку. Позже перед фасадом высадили голубые ели. Депутаты отмечают, что они не только придают нарядный вид площади, но и обеспечивают благоприятный микроклимат и выполняют роль шумопоглощающего барьера. Кроме того, деревья – это часть архитектурного ансамбля, и сейчас они находятся в хорошем состоянии. Депутаты провели выездное совещание совместно с сопредседателем Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Натальей Мельчаковой и председателем регионального отделения Русского ботанического общества Российской академии наук Лилией Бондаревой. Тогда выяснилось, что трещина на подпорной стене, которая якобы появилась из-за воздействия корневой системы ели, образовалась, скорее всего, в результате проседания грунта.